В городе Рени прошла ярмарка национальных культур «Единство в разнообразии». Гости громады, которые в период войны временно переехали в Бессарабию из других регионов Украины, имели возможность познакомиться с традициями народов, проживающих в украинском Придунавье, и в частности с бессарабской кухней. Участники ярмарки, жители города Рени и сел Ренийской громады очень старались, ведь собранные средства предназначались для нужд защитников Украины. Какие коронные блюда приготовили хозяйки и в чем секрет их приготовления? Наверное, это холодец из свинины. Секрет, наверное, то, что нужно при варке уже добавлять картошечку, морковочку, лучок, чтобы супчик получался более вкусный. Наших национальных блюд у нас много, но я думаю, что одним из коронных блюд – это курбан. Он сегодня был, но, увы и ах, мы его распродали моментально. Одно из основных блюд бессарабской кухни – мамалыга. Как же ее сварить, чтобы она легла на блюдо в форме котелка? Ну, надо по чуть-чуть ставить, по чуть-чуть, мешать, мешать. Надо одновременно немножко муки, и надо мешать. Сколько ставишь муку и мешать. Надо, чтобы она была такая вкусная. Раньше не было хлеба, а кушали с мамалыгой. И всю еду она охотится и с ковырмой, и с сармалями, и с голубцами нашими, и с брынзой. Она так традиционно охотится с брынзой и с ковырмой. Сколько хозяек, столько и разновидностей метитеев, мясного блюда, в основе которого лежит говядина. Здесь многое зависит от ингредиентов и разновидности специй. Но каждая хозяйка держит это в секрете. В Новосельской библиотеке мы специально создадим такой каталог рецептов именно села Новосельского. И сможете узнать в нашей библиотеке. Наши коронные блюда – это плацинда. Плацинда с брынзой, с тыквой. Это по рецепту бабушки. Поэтому каждый праздник у нас не обходится без такого блюда. Бабушкин секрет в том, что особенное тесто должно быть и брынза, приготовленное по домашнему рецепту, долинскому рецепту. Только мы знаем, передаем дальше нашим дочкам. В такую приятную погоду я люблю выпить чуть-чуть глинтвейна. Он очень согревает. Есть секрет приготовления, но это и есть секрет. Поэтому пока мы его выдавать не будем. Не получилось узнать и рецепт клинтвейна, который предложила команда Ренийского винзавода. Секрет приготовления останется у производителя. Мы вложили туда свою любовь и бессарабскую теплоту. Участники ярмарки имели возможность отведать домашние бессарабские вина, которые местные жители делают в немалых объемах. Молдова, Саручанский и Белый. Ну, около тона. Для родных, для своих. Семья большая. Три семи даже у нас. Каждый, кто пришел в этот день на ярмарку, мог выбрать блюдо на свой вкус. Николай Гаю остановил свой выбор на мамалыге с ковармой. Это основное молдавское блюдо. Это деликатес. Я не упустил случай прийти, повидаться с людьми, побыть на празднике и покушать, конечно, вкусное блюдо. И стаканчик. Спасибо, дякую. Оживай украину. Почему вы выбрали именно плаценту с брынзой? Потому что люблю очень плаценту с брынзой. Наш молдавский деликатес. Мамалыга с таканы, сармали, ковырма, метитеи с чумбуром. Вот вы когда говорите, может быть, для кого-то это как китайский язык. Вот что такое таканы? Расскажите, из чего оно готовится? Ну, таканы – это мясо, приготовленное с овощами, с томатами. Хорошо идет к стакану пахарди вин. Хорошего молдавского вина, бессарабского. Приятного аппетита. Что вы сегодня выбрали? Какое блюдо? Метитеи, да по-домашнему, с капустой, тоже маринованное, вкусное. Плацинда с творогом, с брынзой и с кабаком. Вообще мы когда собираемся, это обязательно сарамура, мамалыга, обязательно. Мать делает, как говорится, молдавские блюда не так, как особенно. И перченые, и соленые, и так далее. Поэтому все блюда нравятся. И сарамура, и пирожки, и гизломели эти любят делать. Голубцы, каварма, плов и вино. Котловинское вино. Вот это котловинское вино самое хорошее. Натуральное. И брынза. Бессарабская кухня, она настолько разнообразна. У меня всегда есть с чем сравнить. Я вообще не очень прихотливый человек, но гурманность уже воспиталась в себе на Бессарабии. Я уже понимаю, что такое баранина, как она должна подаваться, как она должна выглядеть, как она должна быть на вкус, масса нюансов, ну и так далее. Вкусовые какие-то, ой, начинаю говорить, уже слюна выделяется. Я, правда, сытая, но и тем не менее. Очень нравится сармали, очень нравится каварма. Причем, как-то раньше я предпочитала ее в таком, ну, если можно сказать, в жидком виде. А теперь вот недавно попробовала ее в таком твердом, как-то правильно сказать, не знаю, в холодном, да, холодном. Боже, как вкусно. Гиземели. Ну, в принципе, курбан, каварма. Но мы сделаем работу над ошибками. Надо больше готовить, потому что все так старались. А вдруг не продадим, как показала практика, мы очень любим все покушать. Знаете, чем больше продадим, тем больше соберем ДЗСУ. Правильно? Поэтому сделаем еще в декабре. Жители Ренийской громады пришли на праздник со своими друзьями из других регионов Украины. Решила показать нашу бессарабскую кухню, как мы умеем встречать гостей, накормить вкусно, полезно. Ну, чтобы они почувствовали наш колорит, как это классно. Я кушала плов, вроде как с уткой, но может это и баранина, я не знаю. Очень вкусно. И музыка очень нравится. Очень нравится. У нас такое нечасто в Одессе происходит. Поэтому мы здесь рядом живем и решили выйти. Ну, давно нас предупредили. И мы сразу решили, что мы пойдем. Пока есть возможность. Мы водители, мы приехали на кордон, но там велика черга, несколько дней ждать. Потому что, чтобы там не сидеть, мы приехали в войне. И тут у нас джекпот, мы попали на свято. В чем войне? Тут мы випадково, но випадок довольно приятный. Мы не знали, что тут будет свято. Но очень приятный, очень вкусный, вкусный глинтвейн. Не знаю, как называются эти стравы, которые мы ели, но было вкусно. Я считаю, что первый день на кордоне прошел вот так. Все нравится. И голубцы нравится. И шарлотка понравилась. И блинчики с сыром. Ну, все вкусно, вкусно. Кухня на боку украинской родная. Вкусно, все вкусно. И добрые, добрые люди. О том, какие выставки подготовили работники отдела культуры и мастера народного творчества, какие подарки привезли гости и сколько средств удалось собрать в поддержку ЗСУ, мы расскажем в нашем следующем репортаже. Что касается Бесрабской кухни, то интересно узнать, какое блюдо по особым случаям готовите вы, наши уважаемые зрители. Расскажите в своих комментариях к нашему сюжету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова